Ира Схимонаху Милетию, 20 мая 1958 года. Получил письмо от вас. Простите, что долго не отвечал. То работы, то уезжал. Так и прошло порядочно времени. А главное, я затрудняюсь писать вам, и потому что вы гораздо опытнее меня, больше испытали, больше знаете. Что полезного или утешительного может сказать человек, проживший всю жизнь в суете и самоволии? Но, по просьбе вашей, пытаюсь поделиться с вами тем, что поражает меня и утешает. Необъятная Вселенная создана Богом. Каково же могущество Божие? Все во Вселенной в целом и в ее частях, например, в человеческом организме, находится в дивной гармонии. Какова должна быть премудрость Божия? Если все гармонично в мире, созданном Богом, то должна быть гармония, то есть соответствие и в свойствах Божиих. И каково могущество Божие и премудрость Божия, таково и сердце Божие, то есть любовь Божия. Эту непостижимую любовь мы и видим в воплощении Сына Божия, Господа Иисуса Христа, в принятии оплеваний, заушений, всяких оскорблений и, наконец, распятие. Непостижимо, бесконечно велика любовь Божия. Весь ангельский мир пришел в смятение в виде воплощения и распятия Творца мира из любви к падшему роду человеческому. Апостол Иоанн утверждает Духом Святым, что Бог есть любовь. А не только имеет любовь, хотя и бесконечно великую. Любовь же все покрывает. По слову апостола Павла, покрывает она и наши грехи, недостатки, немощи, нетерпения, ропотливость и прочее. Стоит только верующему во Христа осознать свои немощи и грехи и попросить прощения, как любовь Божия очищает и исцеляет все раны греховные. Грехи всего мира тонут в море любви Божией, как брошенный в воду камень. Не должно быть места унынию, безнадежию, отчаянию. Господь соединил с божественную сущностью природу человеческую, омыл своею кровью грехи всего верующего человечества, усыновил себе падших людей, вознес на небо, сделав причастниками божественной жизни и радости, радости навеки. Здешние земные скорби, болезни, тяготы старости будут радовать нас в будущей жизни. Если Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть в малой мере участниками страданий Христовых? Душа наша, образ Божий, живущий в нас, желает быть причастником страданий Христовых, только наша малодушие и немощь боятся их, хотя силы, может быть, и хватило бы на терпение. И вот Господь из любви к нам посылает по силе каждого невольные скорби и болезни, но дает и терпение их, чтобы сделать и нас участниками своих страданий. Кто здесь не страдал Христа ради, того будет угрызать совестью в будущем веке. Ведь можно было показать свою любовь ко Христу терпением скорби, и не сделал этого, стараясь уклониться и избежать всяческих скорбей. Совесть будет угрызать нас, что не ответили взаимностью на любовь Божию. Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет Ему послать нам. Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из любви к нам. Хотя и не все люди и не всегда понимают это. Зато и сказано «За все благодарите». Надо всей душой предаться благой воле Божией, спасающей нас, любящей, желающей через малые скорби земной жизни привести к вечному блаженству, во славу чад Божиих. Сие буди, буди со всеми нами. Аминь. Простите, дорогой батюшка, что осмелился что-то написать. Господь да возбудит в сердце вашем благодарность к Нему величайшее благоговение и полную преданность в Его святую волю с готовностью все претерпеть из любви к Нему. Поклон матери Анне и всем окрест вас находящимся. Екатерине и ее мужу Сергею Маниловым 16 января 47 года. Дорогая бабушка, очень жалею, что вы болеете. Надеюсь, что вы уже побывали у врача, отца Стефана, и рассказали ему все свои болячки и получили облегчение. Как бы велики ни были болезни у отдельных личностей и всего человечества, они конечны, а милосердию и любви Божию нет конца. Малейшее обращение к Господу, решение идти к Нему уже вызывает радость на небе и всяческую помощь и прощение всех преступлений. У распятого разбойника оставалась возможность только языком выразить сердечный вопль «Достойная по делам нашим приемлем». «Помяни мя Господи во царстве Твоем». И что же он услышал? Упрек ли какой? Или напоминание о совершенных преступлениях? Руки и ноги пригвождены, ничего доброго больше нельзя сделать, и любовь принимает единый вздох сердечный и открывает врата Эдема. Не сказано «Бог имеет любовь», а «Бог есть любовь». Как непостижимо величие Божие, так непостижимо Его уничижение, Его любовь, приведшая ко кресту. Всякое другое средство спасения человечества не было бы так убедительно для сердца падшего человека, как воплощение и распятие. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Не поддавайтесь вражьим внушениям и мыслям, что нет нам прощения, что слишком мы негодны и тому подобное. Негодно-то мы негодны, а только мы на свою годность и не надеемся, а надеемся на милосердие Божие. Господь пришел спасти погибшее, призвать грешников на покаяние. Нездоровые, а больные вызвали приход врача с неба. Наде и ее матери Надежде Михайловне Евдокимовым. 13 ноября 48 года Калуга Одна подвижница 20 века лет 22 мне пишет «Мне очень трудно, кроме рассеянности одолевают нехорошие мысли, и ничего не хочется делать, в душе не чувствия ко всему духовному. Стало вспоминаться прошлая жизнь, танцы, театр, сцена». Дальше она, к счастью, пишет «Очень боюсь, не хочу вернуться назад». Что бы ты ответила ей на это? Я бы ей так сказал. Господь, прежде создания мира и человека, знал, что созданный им человек отпадет от него, пойдет путем познания добра и зла, что без особенной помощи Божией погибнет окончательно, но все же создал его и предрешил спасти непостижимым даже для ангелов способом, проявив воистину божественную любовь и премудрость, превосходящие всякое разумение. Господь отдал Сына Своего Иисуса Христа, да всяк, веруя он не погибнет, но им от живот вечный. Подумай поглубже об этом. Вот какую жертву принес Бог, вот какая сила любви Божией к отпадшему, оскорбившему его человеку. Вочеловечица потерпеть всякие оскорбления, быть распяту среди разбойников, как последний из людей. Ради чего? Ради спасения всех. Ради спасения тебя, слышишь? Ради тебя висел на кресте. Что еще большего можно бы желать от Господа? Он открыл двери рая, приблизил к себе человека до того, что свою плоть и кровь смешивает с человеком. Он в каждую секунду находится с каждым верующим в него и желающим идти к нему. Он долго терпит о наших грехах, изменах ему, терпит нашу нечистоту, ожидая покаяния нашего и обращения к нему. Со стороны Господа все сделано ради нашего спасения, превзойдены все меры любви, снисхождения, долготерпения, а мы нужна и от нас вера, деятельная вера, то есть доказанная делами вера в Бога и в Господа Иисуса Христа и Его промышления о нас. Если человек хочет быть с Господом и здесь и во веки, и докажет это хотение посильным деланием заповедей и покаянием об упущениях, то никто и ничто не может воспрепятствовать ему, ни демоны, ни люди, ни свои страсти и недостатки, ибо Господь больше самого человека хочет ему спасения. А кто может идти против Бога, кто сильнее Его? Никто и ничто. Поэтому пусть всякий, хотящий спасения, не унывает и не боится, что не спасется. пусть лишь твердо желает быть с Господом и постоянно взывает к Нему и открывает Ему свои немощи, свои страсти, влечения, обнажая пред Ним всю душу и прося исцелить и очистить от всего недолжного. А Господь все сделает. Не осуждая никого, ибо все мы опасно ходим и поддерживаемся силою Божией. Внимай себе, блюди главу змея, то есть всякую возникшую дурную мысль, желание, влечение изгоняй и уничтожай немедленным воззванием к Господу о помощи. Все покоряется имени Господа Иисуса Христа. Сама не открывай входа змею в твою душу, отгоняя его именем Господа Иисуса Христа и покаянием. Существуют свои духовные законы духовного роста, которые установлены совершенной премудростью Божией, учитывающей психологию человека. Именно в силу особенности человека он должен подвергнуться длительному искушению от своих страстей, людей, разных обстоятельств, от демонов, чтобы познать свое падение, свои недостатки, бессилие, увидеть на опыте помощь и милосердие Божие, научиться смирению и терпению недостатков других людей, приобрести из опыта доверие к Богу, научиться предаваться всецело воле Божией, отказываться от себя, то есть от своей воли, чтобы стать чистым бриллиантом, отражающим солнце правды Господа без искажений, а для этого надо потрудиться, поскорбеть, понести крест, нудить себя к деланию заповедей, особенно к молитве, словом, идти узким путем, чем только и можно доказать, что хотим быть с Богом, а получать духовную радость и тянуться к ней не есть доказательство любви к Богу, а ще с ним с постраждем, то с ним и с прославимся, поэтому не унывайте, подвижницы двадцатого века, а незаметно среди будней, среди суеты мира сего изыдите из мира своим умом, сердцем, а главное волей. Внешне будучи почти как все, а внутри иной, ведомой по внутреннему человеку только Богу и своему духовнику. Да поможет тебе Господь, не оглядывайся назад, подобно жене лота, чтобы не превратиться в бесчувственный соляной столб. твой друг Энн. Береги свои глаза и все чувства. Привет всем-всем. Наде и ее матери Надежде Михайловне Евдокимовым. 4 февраля 49 года. За малостью времени не могу тебе написать побольше. Коснусь лишь главного. Не бойся ничего. Внедряй в себя мысль, что во всем мире не происходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Тем более с человеком, тем более с верующим и чтущим его не происходит ничего ни доброго, ни злого без Бога. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть образ Божий. Для человека Господь приходил на землю, ради Него пострадал на кресте, не спасал Духа Святаго, основал Святую Церковь, сделав ее своим телом. Может ли оставить Господь человека без своего промышления о нем? Нет и нет. Бог есть любовь. Не сказано, что Бог имеет любовь, а есть любовь. Любовь божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. Если человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как всемогущий Господь, которому нетрудно одним словом создать целые миры, который есть любовь, как Он, столь возлюбивший грешного падшего человека, оставит его без своего промышления, без помощи в нужде, в скорби, в опасности? Никогда этого не может быть. Психика человека такова, что ему необходимо для спасения терпеть скорби, поэтому Господь и попускает их, несмотря на свою любовь к человеку, но не попускает сверх сил. Затем в скорбях скрыта радость и любовь к Богу. Если скорби принимаем и терпим безропота, с благодарностью, без скорбей человек не смирится, не покается глубоко, не стяжет любви к Богу. А потом скажу, если боишься скорбей и хочешь избежать их, то Господь Иисус Христос указал средство избежать их, бодрствуй над душой и не допускай греху проявиться ни в мыслях, ни в сердце, ни в теле и непрестанно молись. Можешь этого достичь? Не будет тогда у тебя никаких скорбей, вернее, они утонут в духовной радости. А пока не достигла этого, терпи и трудись. Если бы мы жили на земле тысячи лет и каждый день нас распинали, то и это была бы плата недостаточная за то неизреченное блаженство, какое уготовал Господь любящим его. Только любовь Божия так мало скорбей и на такой краткий срок попускает человеку. Если веруешь в Евангелие, то должна верить словам Господа, указавшего, что хотя и будут скорби в земной жизни у его учеников, но они сменятся еще здесь радостью, которой никто не отымет от них. Да и Господь всегда с нами. Все аз с вами есмь до скончания века. Аминь. Кто сильнее Бога? Итак, не допускай в себя страха, малодушия, маловерия, навеваемого дьяволом, а сопротивляйся им именем Иисусовым. А бы шедша бы до шамя и именем Господнем противляхся им. Не получай никого. А если видишь нуждающегося в духовной помощи и чувствуешь, что могла бы хоть несколько помочь, то рассказывай о духовном так, будто ты вычитала или слыхала от знающих людей то и то, а не как из своего опыта или познаний. Тебе будет легче, да и преградишь доступ к себе бесу через тщеславие. Понятно ли тебе эта мысль? Господь да умудрит тебя во всем, проси у него твердой веры и терпения. Александре Белокопытовой 1 апреля 52 года Мира, спасения, здоровья желаю тебе и сестрам твоим, всегда вас всех помню с любовью, желаю всяких милостей от Господа. Если буду в Смоленске, то обязательно зайду к вам, будьте здоровы, мирные, несите немощи друг друга, понуждайте себя поступать со всеми по любви, а не по расчету. И Господь вас полюбит и утешит, и устроит все ко благу, не поддавайтесь врагу, из-за мелочей не теряйте великих драгоценностей, уготованных нам. Господь да благословит и вразумит вас на все доброе и да защитит от всего злого. Прошу ваших святых молитв о мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...